Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить Isaac Afterburst Plus, и я всё ещё пытаюсь что-то сделать за вот этого вот чувака. И я пытался немножко за него что-то сделать за кадром, не очень успешно. Ну как за кадром, я это записывал, но поскольку не очень успешно, я забил в итоге. Ну посмотрим, может быть сегодня мне повезёт больше, я несколько дней не играл, так что я, во-первых, буду играть ужасно, но, во-вторых, может быть с рандомом будет всё получше, чем обычно, потому что эти не очень успешные раны, они в основном заключались в том, что у меня вообще ничего хорошего не дропалось, то есть вообще ничего. Это уже лучше. Окей, первый предмет офигенен. Двойной выстрел, соответственно, двойной ДПС, потому что скорострельность он не режет, я просто стреляю двумя выстрелами сразу. Но это как бы не то, чтобы двойной ДПС, потому что, чтобы он реально был двойным ДПС, им нужно попадать обоими. А это не всегда получается. Потому что они всё-таки летят не застаканно в один выстрел. Но всё же. По боссам это точно двойной ДПС, по обычным стрэшам врагам двойной ДПС не всегда и нужен. Так что с этим предметом я счастлив. Ну и, наверное, на первом уровне мне больше делать нечего, так что я пойду. Удевать босса. И пин — это лёгкий босс. Но не очень удобный. Готово. И это прибавка урона, по-моему, небольшая из жизни. А, не-не-не, это... Хм. Я не помню, ладно, в любом случае я сожрал. И получу прибавку скорости выстрелов и удачи. Ммм. Я даже не знаю. Ладно, поехали. Сильно засиживаться на первом уровне я точно не хочу. На втором может быть. Хотя, наверное, на первом стоило бы поискать какой-нибудь... Секретный камень. Ну, прощай, сделка с дьяволом. Это та ситуация, когда двойной выстрел немножко мешает. Потому что из-за того, что он двойной, я... Быстрее уничтожил эту всю фигню. Это даст мне бомбы, правильно? Да, как раз вовремя. Ну, правда, не вовремя, потому что это бы... Не помешало на несколько секунд раньше, до того, как я взорвал себя. Ладно, я возьму сразу. Да, правильнее и эффективнее было бы оставить это синее сердце до следующего уровня. Но возвращаться сюда... Мне совершенно не хочется. Так что я просто пойду дальше. Также вообще правильнее было бы, наверное, не тратить... Карту на удвоение бомб. А просто попытаться найти где-нибудь бомбу. Но опять же... Возвращаться лень. Ну и найти где-нибудь бомбу, это тоже не такой уж хороший вариант. Потому что тогда ее сразу же придется потратить. И для того, чтобы использовать карточку, мне в идеале нужно иметь три бомбы хотя бы. Потому что она их удваивает, а не... Не конкретно две дает. То есть она дает две бомбы, если у меня... Нет бомб. И удваивает, если у меня есть хоть какое-то количество. Соответственно, если у меня одна бомба, то хуже всего использовать эту карту. Ау. Если у меня две бомбы, то эффект такой же, как если и при нуле бомб использовать. И если у меня больше двух бомб, то... Полезнее все. Ну ладно, посмотрим, что за второй предмет игра мне даст. Это широкий выстрел, правильно? Надо было, наверное, сожрать ее. Но, с другой стороны, широкие выстрелы это немножко удобнее. Потому что хитбокс больше, попадать легче. По врагам. И по каменным толстякам тоже, потому что... Они повсюду. О, они застряли друг в друге? А, не-не-не, они не застряли друг в друге. Они теперь просто устают. Также двойной выстрел дает... Точнее, не двойной, а широкий выстрел дает мне пробой. В смысле, спектральные выстрелы. Видимо, да. В таком случае я совсем не зря подобрал этот предмет. Мир даст мне полную карту. Наверное, на следующем уровне где-нибудь. Блин, вот сейчас бы еще пару бомб. Ну ладно. Литл Хорн. Не должен быть проблемой. И может быть, я даже получу сделку с Диаболом, учитывая, что у меня еще 36% шанс есть. Наверное, сейчас больше всего хочу в качестве предмета за убийство босса получить что-то, что даст мне бомбы. И я не получу этого. Вместо этого я получу... Эту хрень? Она ведь дает синее сердце, плюс карточку, плюс скорострельность, по-моему. Нет, скорость выстрелов, черт. Это мне не полезно. Я бы очень хотел здесь все взорвать, но нет. Бомбы мне брать негде. Я просто так ходить по уровням в надежде найти бомбу. Не самый лучший вариант. Окей. О, как все взорвалось. Норм, какие эти черви-тоустые? Ладно, не важно. Уже никакие. Одна монетка. Первую свою монетку я подобрал на третьем уровне. Отлично. Тут, кстати, вполне может быть еще и секретка внизу. А, стоп, у меня же есть мир. Эта секретка не тут внизу. У, бесконечные ключи. Это хорошо. Еще одна монетка. Это не так уж хорошо. И вот она, моя бомба. Нет, это мне явно не нужно. Это молоко, которое летает за мной, разбивается, когда я получаю урон. И при разбивании оно дает мне повышение скорострельности, по-моему. И оставляет лужу замедляющую врагов. Не знаю, зачем я вообще в эту комнату зашел. Кроме как секретку взорвать. Но взрывать секретку я не хочу. Лучше я вернусь вверх и взорву тот секретный камень. Потому что он может дать мне синие сердца. Он может дать мне что-нибудь еще полезное. Нет, только синие сердца. Причем только одно. Не ведет. У меня, конечно, базовый урон все еще. Это было бы плохо. Но у меня двойной выстрел. Так что у меня на самом деле удвоенный базовый ДПС. Что уже довольно адекватно на этом уровне. Не то, что прям супер хорошо, но адекватно. Ну и хотя бы у меня есть бомба. В секретку я, наверное, вообще не пойду. Что там такого хорошего может быть? Ничего. Ну, там может быть пара неплохих вещей. А когда же она закроется? Ну, я лучше бомбу сэкономлю на что-нибудь более полезное. Таблетки. Не помогает. И не помогает. Ну ладно. Босс. Тоже не помогает. Еще с двумя этими черными червями. Которые опасны. Ну, хотя бы он сам не черных спавнит. Нет, черных он тоже спавнит. Какого хрена? Это ужасно. У меня даже бомбы... Не, у меня есть одна бомба, но... Не хочу ее тратить на этого босса. Да, здесь я бы уже предпочел иметь немножко больший дамаг. Ах. Зато сделка с дьяволом и волшебный гриб. Вау. Множитель урона. Повышение всех статов. Повышение жизни. И абсолютно бессмысленная сделка с дьяволом. Увы. Ну, ладно. Это один из тех редких ранов, где я думаю, что у меня может быть какой-то шанс без сделок с дьяволом. Потому что войной выстрел и волшебный гриб. Это очень хорошее сочетание. Карты нет. Хорошо, что я на прошлом уровне потратил. Потратил... Мир. Черт. Как я ненавижу этих чемпионов. Блин, они еще и все двери взорвали. Но, к счастью, когда я зашел заново, здесь не оказалось чемпионов. И я получил урон, но... Но убил этим все. Почему тут такие ужасные комнаты везде? Нет, не помогает. Но хотя бы, да, ДПС у меня теперь очень даже неплох. Почти в два раза выше дамаг, чем базовый. И еще и двойной выстрел. И теперь нет особого смысла взорвать грибы, потому что волшебный гриб у меня уже есть. Посмотрим. Таблетка эта мне совершенно не нужна. Почему я знаю вообще, что это? Я такую уже использовал, возможно. Но в любом случае, эта таблетка мне не нужна. Как-то много здесь больших комнат. Вообще, не очень удачный уровень. Пока что. Возможно, предмет все исправит, если я смогу его найти. Да, я смогу его найти. И это будет шприц на вирус. Контактный урон плюс... Плюс все, по сути. Понижение скорости, возможно. Или это до переиздания было. Я даже не знаю. Вирус довольно бесполезный предмет. Но, с другой стороны, если я подберу еще два шприца, то все будет довольно неплохо. Но я вряд ли подберу еще два шприца, что тут происходит. Отлично. Убирает все проклятия навсегда. И дает мне пол... И дает мне сердце. Неполную карту, нет. Я все-таки съем шприц. У меня очень безумная скорость выстрелов. Но, к сожалению, пока что все мои съедаемые войдом предметы дают какую-то бесполезную фигню, типа скорости выстрелов. Не, это прикольно, что мои выстрелы так быстро летят. Но это не помогает. Вообще не помогает. Окей. Такого хрена там так много всего сразу же наспавнилась. Ладно. Тоже вариант. Но зато у меня есть немножко удачи от... Войда. Батарейку я съел в основном, потому что я не буду сюда возвращаться, если я найду босса. Здесь. Если я не найду босса здесь, то я бы на обратном пути просто ее сожрал. Потому что я не буду туда возвращаться, если я найду босса где-то в другом месте тоже. Да, и босс действительно здесь. Ну, посмотрим, кто это и... А! Фраг Мега или что-то такое. Не помню. Вроде бы я с ним уже сражался. Не помню. Я точно его видел, возможно, на ютубе где-то. Его выстрелы не убиваются, видимо. Но они нокбэчатся. И это нехорошо, потому что нокбэк в этой игре немножко кривой и непредсказуемый. Окей, хотя бы у него довольно мало жизни. По отличию от Рагмана, у которого миллиарды жизней для его уровня. А это мне точно не нужно. Получение скорострельности это хорошо. Даже с понижением дальности небольшим. В общем, этот босс мне не очень нравится. Он какой-то немножко наркоманский. Другое дело вот этот босс. Особенно на таком уровне. Что тут происходит? Может быть, я когда-нибудь сюда вернусь. Мне нужен либо полет, либо очень много бомб, чтобы добраться до всех этих сундуков. Ну, я бы хотел до них добраться слегка. А, это фигня. Ну. Синее сердце просто так. Я за. Я за. Мне нужны всякие повышения урона. Чем круче, тем... Тем круче. Всякие там, не знаю, полифимусы. Хрень, которая увеличивает мой урон от... Точнее, уменьшает... Ну, как. Увеличивает мой урон вблизи и слабее увеличивает его издалека. Я забыл, как оно называется. В общем, это фигня. Что-нибудь такое. Идите нафиг маски. Ну, естественно, мне ничего такого не будет дропиться. То есть, да, понятно, у меня уже есть волшебный гриб, и он офигенен. Но он офигенен в сочетании с другими повышениями урона. А других повышений урона у меня пока что ни одного. И это немного печально. Вот это вот я открою. Потому что оно бесплатно. И оно даст мне две бомбы. Ну, я поменял ключ на бомбу, по сути. Это не такой уж хороший размер, учитывая, что у меня ключей меньше, чем бомб было. Ну, и теперь тоже. Теперь ключей еще меньше, чем бомб. Ну, сойдет. У меня и того, и другого какое-то количество есть. Эх. Он не сожрал бомбу. Как так можно вообще? Где все? Где предмет? Где босс? Где хоть что-нибудь полезное? Это не что-нибудь полезное. Я, конечно, магазин уже нашел, но магазин это не то, что мне нужно. О. Скрытный камень это немножко более того, что мне нужно. Нет, чтобы камень дропнулся. Почему она не в толпу? Все остальные враги были группами, нет она одного, только это который один. Опять удвоение сердец. Зачем она мне? Это рейки туда же. Какой огромный уровень, на котором ничего нет. Черт, пауки. Черт, пауки. Вау. Нет. Опять удача. Это тот паук, который дает инфицированный выстрел, который... Что он там делает? Создает пауков вместо убитых врагов или что-то такое. Оно, конечно, адекватно, но не то, что мне нужно. Совершенно не то, что мне нужно. Это тоже совершенно не то, что мне нужно. О, маска. Ну, хотя бы сейчас у меня скорости выстрела будет хватать, чтобы они догоняли маску, когда она меня прочаржилась. Хотя это еще и альтернативный вариант. Это тот вариант, в котором только сердце нужно убивать, потому что вроде бы такой какой-то один был. Нет. Тогда что это за вариант? Не ясно. Маска, перестань. Кто придумал такого идиоткого босса? Ну, когда-нибудь в ближайшее тысячелетие. Ура. Сделку с дьяволом я не получил. Повышение жизни мне не особенно нужно, но сожрать я его не могу войдом, так что придется подбирать. Какой неудачный уровень. Никаких-либо хороших предметов. Не сделки с дьяволом. Здесь будет сделка. Ну, или комната с ангелом, или сделка с дьяволом. Также здесь будет, наверное, босс раш, если я достаточно быстро. Дойду. Но с босс рашами я связываться не хочу. Потому что на босс раши обычно все плохо. Если там будет какой-нибудь бримстол, то я его, наверное, возьму. Ну, в другой ситуации я потеряю времени там больше, чем мне любой предмет оттуда даст. Ну, а красный сундук. Бесполезный. Хотя бы... Сегодня здесь не каменные толстяки. Здесь невидимые толстяки, что немножко... Тоже интересно. Но невидимые они хотя бы не каменные. Их хотя бы можно убить. Это босс. Я тут не смогу выйти. Ибо сраж мне совершенно не нужен. Так что даже если я потеряю любые шансы этого босс раши, если уйду отсюда сейчас, я все равно уйду отсюда сейчас. Потому что, опять же, босс раш мне совершенно не нужен. Какие же они живучие? Как вообще можно быть такими живучими? Это не настолько... Как бы... Серьезные вроде, чтобы быть настолько живучими. Что за фигня? И у меня не настолько маленький урон. Хоть и маленький. Сейчас вот уже, да, мой урон маленький. Ненавижу эту комнату. Особенно, когда в ней рандомно спавнятся синие. Эти хреновины. Причем вот так рандомно. Черт. Ну, мне нельзя больше получать урон, потому что... Нет, один раз можно, конечно, но после этого я потеряю шансы сделки с дьяволом, что было бы очень нехорошо. Ну, бесконечные бомбы. Да, я могу взорвать все в этой комнате. Это займет всего лишь 40 минут, и я потеряю все шансы на что-либо. Пофиг. Недостаточно быстрый, чтобы с этим связываться. Тем более, чтобы с этим связываться вроде какого-то странного магазина. Хотя... Хотя... Окей. Когда-нибудь я найду предмет. Он будет абсолютно бесполезной хренью. Но я его найду. Пока что у этого раша... Рано. Раша. Рано. Да. Нет шансов... Убить хаша. Даже если я дойду до него вовремя. Дойти-то я до него, скорее всего, дойду вовремя. Убить нет. Эх... Ну почему скорость выстрелов с каждого, блин? Половина предметов, которые я сожрал войдом, давала мне скорость выстрелов. Другая половина дала мне... Удачу. Которая не помогает совершенно. Идеально. Урон, скорострельность там... Нет. Этих статов не существует. Есть только скорость выстрелов и удача. Окей. Ну хотя бы не... Ну не чемпионский вариант. Я уже счастлив. Я бы, наверное, предпочел красный чемпионский вариант. Он, конечно, часто напрягает, но... Когда у меня недостаточно ДПСа... Красный вариант получше будет. Окей. Потому что сейчас я не успеваю врагов убивать нормально. Ну, естественно, ангельская комната. Я пойду вниз, если у меня будет такая возможность. Дмитра. Ну, это, конечно, предмет, и он лучше, чем ничего. Но он не помогает. Мне будет дропаться больше синих сердец. Причем заметно больше. Но это все равно не очень много. Как бы, митра, по-моему, делает 50% шанс, что любое сердце, которое дропается, станет синим. Если оно не обязательно дропается красным или каким-нибудь еще. То есть, если это предмет, который дропает всегда красные сердца, он будет дропать всегда красные сердца. Ну, предмет или комната или что-нибудь такое. Если это что-то, что может дропнуть красные или синие, или там черные, или какие-нибудь еще сердца, то 50% шанс, что... Это будет синее сердце. Ну... Ай, ненавижу этих врагов. Да, бесконечные ключи на уровне, где нет ни одной запертой двери. Всегда мечтал. Таблетка какая-то. Неизвестно. Бесполезно. Но в любом случае, таблетки не могут повышать мой урон. А повышение урона — это единственное, чего мне сейчас не хватает. Причем очень сильно не хватает. А, это, по-моему, тоже меняет сердца красные на черные или что-то типа того. Грибы мне, в принципе, больше нравятся, чем все вот эти вот остальные варианты этого противника. Потому что они, по крайней мере, их можно убивать, пока они закопаны. Ну, закопаны, в общем, пока они выключены, скажем так. И да, еще раз бесконечные ключи. У меня на этом уровне дважды бесконечные ключи. Ну, с другой стороны, на предыдущих уровнях мне не особенно нужны были бесконечные ключи, так что пофиг. То есть, это не то, чтобы я на каком-то уровне пропустил комнату с предметом или еще что-нибудь. Потом мне на следующем дропуются бесконечные ключи, когда они уже не нужны. Нет, тут мне просто они никогда не были нужны. Ну, хотя бы повышение урона. Ладно. Но, опять же, у меня нет никаких шансов против хаша. Если я не получу здесь сделку с дьяволом, с каким-нибудь, там, не знаю, бримстоуном. Или ангельскую комнату. Нет, не получу, окей. Ангельскую комнату с каким-нибудь, там, Глотхедом. Или Святым Сердцем. Но я не получу ничего, потому что я получу урон. 25% шансов сделать с дьяволом, это не то. И не получить урон там было довольно сложно, потому что у меня недостаточно ДПСа, чтобы все убить до того, как оно станет проблемой. Это не помогает. Ну, это закрытая дверь, то есть это, да, библиотека. Так. Так. Так, черное сердце. А, и оно не заряжено. Ну, сейчас заряжу, вернусь, потому что оба этих предмета не помешают мне в моем войде, как эффекты. И времени у меня вроде как, ну, не то, чтобы прям совсем много, но немножко есть свободного для того, чтобы вернуться куда-то. Ну, и в любом случае, я не убью Хаша сейчас, так что какая разница. Он чаржится оттуда, а не откуда-то, где он дает мне достаточно времени, чтобы увернуться. Угу, теперь у меня есть карта. Отлично, я все-таки вернусь вниз за ключом. Потому что ключ не помешает. Я надеюсь, я успею все-таки на Хаша, но, блин, опять же. Очень маловероятно, что я успею с ним что-то, что я смогу с ним что-то сделать. В принципе, чтобы немножко легче на него успеть, я пропущу эту сраную комнату, потому что она занимает просто часы. Профиг на сундук, в нем не может быть ничего хорошего в таком. Ну, в нем может быть какое-нибудь там синее сердце. Разве что. Это, конечно, что-то хорошее. Но недостаточно хорошее, чтобы тратить время. Идеальные дропы. Окей. Такую в эту сторону, черт. Ладно. Ну, я успел. Я не получил сделку с дьяволом, естественно. У меня есть семь ключей. Ладно. Посмотрим, может быть здесь дропнется что-нибудь хорошее из всех тех сундуков и предметов. Маловероятно. Это не помогает. Хотя там секретный камень. Это не очень помогает, потому что оно с двойным быстром нехорошо взаимодействует. Это все тоже не очень помогает. Хотя карточку я возьму. HD, возможно, тоже имеет смысл взять. Ладно, это взорвать. Естественно. Естественно. Просто отлично. Все то, о чем я когда-либо мог мечтать. Ну, допустим. Что это вообще? Я не знаю. Ну, с уроном 7.62 и двойным выстрелом я не убью хаша. Просто тупо не убью. Ну, наверное, тогда все-таки имеет смысл взять льдовика. О, оно еще и так. Ну, ладно. В общем, оно дает мне управляемую слезу одну. Она очень быстро двигается, потому что у меня скорость выстрела 2.46. И она наносит там в секунду мой тот же ДПС, что я своей стрельбой делаю или что-то подобное. То есть я могу просто повесить этот свой выстрел на противнике и дамажить его этим. Эти оба предмета мне просто нафиг не нужны. Наверное, есть хоть какой-то смысл взять эту книжку и сожрать ее, чтобы просто получить на сердце больше. Ну, ладно. Ну, пока что я могу просто уйти в угол, куда не долетают все его выстрелы. Почти все его выстрелы. И ничего не делать здесь. А, он телепортировался. Окей, ничего не делать, не прокатывает. Э-э-э, а, да. Понятно. Какого хрена он при спавне меня сразу же дамажит? В каком-то смысле это намного проще его так убивать, потому что я могу просто уворачиваться. Так что, в принципе, может быть, я его и убью. Мне не нужно там стрелять, пытаться попасть в него, пытаться находиться там, откуда я могу попасть в него. Нет, мне нужно просто бегать и уворачиваться от его выстрелов. И время от времени перемещать свой выстрел, когда он начинает сам двигаться. Вот мухи, это проблема. Потому что у меня совсем не хватает ДПС, чтобы он мог убивать. Наверное, я могу их не убивать, а просто уворачиваться от них, опять же. Но, с другой стороны, он их сейчас столько наспавнит, что... Это не будет такой уж хорошей идеей. Хватит спавнить мух! Они даже бомбами с одного не убиваются. Но, с другой стороны, они бомбами дамажатся достаточно больно, чтобы их потом убивать. Не бомбами! Окей, каким-то образом он на меня не попал ни разу. Мне кажется, кстати, или его скорость выстрелов как-то то ли к моей скорости выстрелов привязана, то ли еще к чему-то, но, в общем, она у него обычно меньше. Хватит, дай мне убить своих трешей перед тем, как начинать всякие другие атаки. Не, ну я, конечно, сразу говорил, что я его не убью тем, что у меня сейчас есть. Особенно учитывая, что ледовик, конечно, очень удобен для того, чтобы убивать самого босса, но очень неудобно, чтобы убивать всякую его хрень, потому что уворачиваться одновременно от всего, что он делает, и целится в его бегающих за мной бомжей, это не получается. И так же, да, с его скоростью выстрелов явно что-то не так. Ладно, я попробую еще один раз. Но, да. Мне нужен какой-нибудь Бримстоун. Без Бримстоуна я его вообще вряд ли убью, хоть когда-либо. Но сделки с дьяволом либо не спавнятся вообще, либо спавнятся с каким-то говном абсолютно. Я, по-моему, из-за этого персонажа еще ни одной нормальной сделки с дьяволом не видел. Самое нормальное это какой-нибудь там Абаддон, который, да, он полезен, но он, опять же, просто, по сути, прибывка урона. Средненькая такая. Окей. Ну, теперь я знаю, что Людовику брать не стоит вообще никогда на этого босса. Разве что с Бримстоуном. Луна. Секретка. Я почему-то не думаю, что она мне особенно понадобится. Ну, допустим. Каким огромным может быть первый уровень? Серьезно, я еще ни предмета не нашел, ни босса, ничего-либо вменяемого, но уже, блин, полтора минуты прошло, и я уже почти мертв, потому что... Идиотские комнаты повсюду. Идиотские комнаты столкнем чемпионов. Это еще и тупик, что ли? Нет, это босс. Это тупик. Если предмет не будет хорошим, то я рестарту. Я потратил кучу времени на этот уровень, и он ничего мне не дал, по сути. Еще и карты нет, так что я не знаю вообще, где я был. Камень? Нет, сундук. Бессмысленный сундук. Бессмысленная батарейка. На этом уровне уже три батарейки. Первый уровень достаточно большой, что на нем заспаунилось три сраных батарейки. Это еще и не весь уровень, я могу еще и вверх куда-то пасти. Если здесь не волшебный гриб, или полифимус, или, опять же, та хрень, которая увеличивает мой урон от близости. Ну, это Д1. Не знаю, что она сделала. Пофиг. Окей. Попытка номер два. Первый уровень без модификаторов. Пойду сразу, зайду в эту комнату. Вдруг там какой-нибудь телепорт на сделку с дьяволом, или что-то такое. Или, да, предмет, который повысит нескорострельность и скорость выстрелов. Не, немножко скорости выстрелов — это хорошо. И, в принципе, много скорости выстрелов — это тоже хорошо. Просто я не хочу, чтобы все мои седневоидные предметы давали мне скорость выстрелов. Мне не нужно столько скорости выстрелов. Эх, это муха. Это то ли та, которая после получения урона летает по комнате и жрет врагов, то ли та, которая при получении урона спавнится и нарезает круги вокруг меня. В любом случае, она при получении урона, и она нафиг мне не нужна. Так что... Так что... Пойду-ка я заряжу войд. Отлично. Ну, хотя бы кучу всего выпила отсюда. Это вообще не помогает. Никак и никогда. Имеет смысл зайти в магазин, учитывая, что у меня... В принципе, достаточно денег. Но не имеет смысла, учитывая, что в этом магазине нихрена нет. Повалинка синего сердца. Ладно. И вот этот вот я тоже взорву. Скорее всего... Да, я его не достану, потому что оно... Слишком далеко. Так что я наркоман, и вообще зря это делал. Да пофиг. Мм, урон. И еще скорость выстрелов. Не, я не против, если все мои повышения... Все мои предметы, которые я съедаю войдом, будут давать мне... Скорость выстрелов. Плюс еще что-нибудь, типа урона, или скорострельности, или еще чего-нибудь полезного. Но я против того, что этот сраный первый босс меня сейчас убьет, нафиг. Потому что этот сраный... Кто он там? Худший босс в игре. Вот он кто. Еще из худшей своей арены, когда там камень посередине мешает. Окей, чувак. В любой момент, когда тебе будет удобно умереть, умирай. Эх, повышение урона и дальности. Не, да, дальности. Все правильно. Ммм... Ладно. Ну, хорошая новость. Я получу здесь сделку с дьяволом. Точнее, я либо ее получу, либо я получу просто смерть и рестарт раны. Потому что получить урон, чтобы потерять шансы сделки с дьяволом и выжить при этом, у меня нет возможности. Ладно, пусть будет. Это терпимо. Оно создает мух. И мухи полезны. И оно создает мух достаточно массово. Ну нет, не массово как раз таки. Только одна муха может существовать одновременно. Вот этого ребенка. Но, как только эта одна пропадает, она создает еще одну. Я не пойду сразу к... К боссу. Я хочу все-таки там... Что-нибудь получить, типа синих сердец отсюда. Но хотя бы одного синие сердце. Где-то еще были? Секретные камни, да, были. Ненавижу любые комнаты с этими странами с шипами. Блоками с шипами. Пофиг. Делать вообще нечего. Просто вот в любом варианте блоки с шипами это... Одни из худших комнат в игре. Муха. Перестань тупить. Пофиг. Покшение скорости выстрелов. Ну ладно, это даст кучу сердец и немножко урона. Но, блин. Мне нужен какой-нибудь бримстон, а не куча сердец и немножко урона. Ну или мне нужно что-то, что превратит это немножко урона во много урона, типа волшебного гриба. И бесконечных ключей, видимо. Отмышка это вполне вариант. Ладно. Это, по крайней мере, убрало портал. Так что я счастлив. Сколько всяких дверей, в которые я не могу пройти. Ну теперь я могу пройти в одну из этих дверей. Будет ли там что-то хорошее, это другой вопрос. Потому что, скорее всего, нет. Это не та дверя, за которой часто бывает что-нибудь хорошее. Да, это переход на следующий уровень. Это офигенно полезно. Учитывая, что я не получу предмет с босса, я не получу потенциальную сделку с дьяволом. Я вообще ничего не получу. Ну, бесконечные бомбы. Они мне вряд ли понадобятся, но пусть будет, наверное. По крайней мере, может быть, на боссе пригодится там его ваншотнуть. Или еще что-нибудь такое. Мне бы ключи. Хотя бы конечные. Это не ключи. Это уже боссы. Я был везде на этом уровне. Но почему, блин, почему первый мой уровень был в три раза больше этого? Даже, по-моему, в этом уровне. Ладно. Святой выстрел. Мои выстрелы иногда такими вот светящимися становятся. И тогда они при попадании в противника создают столб света, который наносит кучу урона. Учитывая, что у меня есть войд, который потенциально может дать мне огромную кучу удачи. Это хорошо, потому что от удачи скейлиться то, насколько часто эти выстрелы запускаются. И урона они наносят реально кучу. Вот это вот мне не нужно. Скорострельность, это хорошо. Это вот мне тоже совершенно не нужно. Почему здесь ангел? Что? Ладно. Пойду отсюда. Ну, хотя бы никакого проклятия нет. Уже хорошо. Нет, я не могу открыть сейчас. Может быть позже. С большей вероятностью я бы хотел открыть вот это. Скорострельный камень. Может дать мне что-то полезное. Нет, я два сундука тоже могут дать мне что-то полезное. И потенциально даже более полезное. Но с намного меньшим шансом. С камня все-таки довольно часто падает камень, который предмет. Который повышение урона приличное. С сундуков повышение урона приличное падает с очень незначительным шансом. И так же с камня довольно часто падают сердца, которые тоже очень полезны. Синие сердца конкретно. С сундуков синие сердца, опять же, практически никогда не падают. Хотя и могут в теории. Зато с сундуков часто падает всякое говно, типа... Наверное. Типа... Дейник, которых и так полно. Хотя бы на этом уровне у меня ключи существуют. Ну, повышение урона. Отлично. Я не совсем уверен, что делает этот крест. Я точно не помню. По-моему, это тот, который дает мне неуязвимость при получении урона иногда. Типа как повороет, только с очень низким шансом. Но в любом случае он не делает ничего достаточно хорошего, чтобы его подбирать. Так что я просто проигнорирую его и пойду дальше. Точнее, я сожру его воидом и пойду дальше. Одна фигня. Видимо, они еще раз пропатчили игру, что толстяки теперь устают. Каменная. И это хорошо, потому что то, что они бесконечно за мной бегали, меня очень не радовало. Окей. Я не буду возвращаться на другой конец уровня ради того, чтобы там два сундука открыть или секретный камень. Слишком поздно. Бомбы дропаются. Готов. Да, святой выстрел помогает. Это тоже неплохо. Повышение скорострельности и... Синее сердце. Ладно. Какое проклятие будет на этом уровне? Никакого. Удивительно. На этом уровне будет босс раш. Так что, видимо, на этом уровне будет проклятие босс раша. Хм, ну я на удивление быстро сюда... А, не-не-не, на следующем уровне будет босс раш. Но все равно я на удивление быстро сюда зашел. Наверное, это нормально с таким уроном, который у меня сейчас. Может, все-таки у меня достаточно хороший ДПС. У меня в два раза выше базовая скорострельность. И у меня почти в три раза выше базового ДПС. В прошлом районе, конечно, у меня был волшебный гриб и двойной выстрел. Но у меня была базовая скорострельность, что было не очень хорошо. Я понятия не имею, что она делает. Но я могу, да, узнать, запустится ли бой при пожирании этого предмета. И он действительно запустится. Ну, хотя бы это довольно простой бой. И хотя бы я могу иногда в лицо убивать рыцарей, потому что стал бы света. Я бы не помешал найти какое-нибудь повышение жизни, хоть какое-то, хоть где-то, чтобы... Если что, у Дьявола разменять не три синих сердца, а одно красное. Вау, вот это хорошо. 0,98 урона как-то. Как-то он неправильно прибавляет единичку урона. Ну, ладно. Допустим. Магазин, конечно же, стоит зайти, учитывая, что у меня, по сути, бесконечные деньги. Ну, не бесконечные, но достаточно много, чтобы купить все, что могло бы здесь заспавниться. Здесь ничего не заспавнилось. Не знаю, зачем я собираю все деньги. Ну, может быть, я найду... Деньги — это сила, предмет. Все будет хорошо. Вау, какой он огромный. Два ключа ради возможности получить что-то интересное. Я даже не знаю. Это явно не что-то интересное, так что... Да, это прибавка урона, всего лишь еще одна. Ладно, я потрачу два ключа. Пять. По-моему, пять реролит уровень. Что мне совершенно не хочется делать, потому что... Хотя... Хотя... Не, я вернусь и сделаю это. После того, как убью босса и посмотрю на сделку с дьяволом, если она будет, и все такое. Потому что если пять реролит уровень... Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, если я реролю уровень, то время откатывается назад тоже. Это было бы неплохо, во-первых. Во-вторых, времени у меня, в принципе, хватает, а рерол уровня — это... Возможность получить еще один предмет, как минимум. Ну, два предмета. Один с босса, один с предмета. Ну и, возможно, что-нибудь с дьяволом еще раз. Сейчас узнаем. Ау. Хотя бы это быстрый босс. Да, сделка с дьяволом есть. Повышение скорострельности и скорости выстрелов. Скорострельность не засчиталась, потому что я ее и так кап. И аж я не гаппи. Ммм. Я даже не знаю. Да, пофиг. Теперь я вернусь и наступлю на это пять. Четырнадцать, семнадцать. Четырнадцать, семнадцать. То есть, нет, время не откатывается. Но! Это еще один предмет. И времени, опять же, четырнадцать, семнадцать для этого уровня — это вполне хорошее время. Так, где оно? Теперь мне, конечно, надо немножко спешить, а в прошлый раз мне не надо было спешить вообще. То есть, если бы я дальше пошел просто... Но зато я получу дополнительный предмет. Это не нужно. Конечно, удвоение денег тоже не очень нужно. Но все же. Ах, не стреляй в меня. Да, я видел, что там выпал мешок в прошлой комнате. Мне, скорее всего, придется возвращаться. Окей, это идиотская комната. Чуть-чуть менее идиотская, чем обычно. Ничего. Ладно. Больше вам мне как-то не очень хочется тратить. Это не нужно. Если я найду к боссу, то я сразу зайду к боссу, но, видимо, нет. Не везет. Наверное, так. Урон и два поинта удачи сразу. Офигенно. Это союзные пауки. И это ящик, который я не могу взорвать. И это снова жадность. Идеально. А я так надеялся купить бомбу и взорвать ящик. Еще единичку удачи. Теперь я более-менее часто буду стрелять священными выстрелами. И они хороши в плане его... В плане их ДПС. Так что все должно стать достаточно хорошо и неплохо, и вообще. Возвращаться за тем сундуком я не хочу, потому что далеко в основном. Как-то мне очень везет на эти священные выстрелы, что они вылетают, как только я убью противника. Вот убил противника, значит, следующий выстрел будет священным. Все, стрелиз. Неприятный босс. Лол. Окей. С чего бы они друг в друга стрелять начали. А. Неприятный, но... У меня, опять же, довольно неплохая ситуация в плане ДПС и прочего. Я съем этот мешок с монетами, потому что это даст мне еще удача. Еще скорости выстрелов. Монеты вряд ли дали бы мне что-то более полезное. Ну, у этого раны, по крайней мере, есть шансы убить хаша, если я успею до него дойти. Идеально. Наверное, да. Все равно у дьявола что так, что так одинаково получается. То есть я эти три сердца... Если бы я потратил красное сердце у дьявола, то я бы просто не получил три сердца. А так я потрачу три сердца у дьявола. Если у него есть что-то полезное. Много ключей. Опять же, на хаша пригодится. Ну, если дьявол продает кусок гаппи, если он вообще заспавнится, этот дьявол. То я буду просто очень счастлив. Тогда с хашем будет только вопрос, успею ли я до него дойти. Ну, и если я буду гаппи, то, наверное, да. Потому что все комнаты будут проходиться очень быстро. На босс раш я уже не успеваю, скорее всего. Ну, то есть, не, если я быстро найду босса, то успеваю, но мне бы еще предмет найти и все такое. Ну, с другой стороны, если мой первый выстрел после входа в комнату будет всегда священным выстрелом, и я буду им ваншотить всю комнату или большую часть комнаты. Это тоже неплохо. Еще ключи. Да, если я сейчас зайду к боссу, я, скорее всего, успею на босс раш. Но я сейчас не зайду к боссу, потому что, опять же, я хочу найти предмет. А босс раш мне не настолько нужен. Потому что там вряд ли есть что-то настолько ценное. Здесь не должно быть жадности, по крайней мере. Да, зато здесь есть эта фигня, и эта фигня. Ну, и батарейки тоже, наверное. Возможно, сначала стоило удвоить деньги. Пофиг. Теперь боссы будут дропать мне по два предмета. Это выстрел какими-то лезвиями, которые я понятия не имею, что делают, но, наверное, это лучше, чем... Чем ничего. Ау. То есть это, наверное, какое-то повышение дамага этими выстрелами-лезвием. Окей. Нога. Лови. Нога поймала. Но босс раш я чуть-чуть не успел на 15 секунд, и я пойду вниз, если у меня будет такая возможность. Потому что вверх я уже ходил этим персонажем. Красное сердце. Высокий шанс сделки с дьяволом, на который я смогу его потратить. Я, пожалуй, займусь этим. Да. Да. Все, я подебил. Вообще, я подебил. С остальными сундуками я не буду связывать. Теперь мне просто нужно как можно быстрее найти выход. И все. Ключи мне в целом вообще не нужны. То есть они мне нужны, но у меня их хватает на то, что у меня... Для чего они мне нужны. Бомба, наверное, пригодится. Окей. Ключи. Наверное, столько ключей из-за того, что у меня Тринкет ключ. Хотя я не уверен, что именно он делает. Единственное, чего мне не хватает, это полуторного множителя урона. Или Хевмайнда. Тоже вариант. Ансууз. На следующем уровне применю. Полная карта. Со всеми секретками и всем таким. На этом уровне я уже половину карты, наверное, открыл. На следующем, если я применю этот Ансууз, как только я зайду, я получу больше карты. За те же деньги. Окей. Привет. Пока. И то, и другое дает мне сердца, только это дает мне скорострельность. Это, по-моему, не дает мне ничего, кроме сердец. В любом случае, у меня будет практически кап сердец. Скорострельность у меня, конечно, тоже кап. Но вдруг. Нет. Ну ладно. Нет, у меня одного сердца до капа не хватает, да. Если бы я подобрал пижаму, то у меня был бы кап сердец. Но какая нафиг разница. Да, Ансууз. Что тут происходит? Ничего такого, с чем я хотел бы связываться. Ой, еще и через секретку можно будет связывать. Вообще идеально. У меня как раз две бомбы. Библиотека есть. И учитывая, что времени у меня полно, наверное, есть какой-то смысл туда заглянуть. Кап сердец. А, это не... Да, точно, я наркомант не библиотека, а вот эта вот хрень. Ну, сюда заглянуть в смысл было немножко меньше. Но пофиг. 33% шанс сделки с дьяволом. Вряд ли я ее получу. Но, с другой стороны, что мне с нее может понадобиться? Бримстоун. Не, он, конечно, может понадобиться. Но я и без него смогу выиграть. Нет, спасибо. Я хочу быстренько вот сюда заглянуть. В секретку. Просто посмотреть, что там. Ммм. 33% шанса сделки с дьяволом. Это недостаточно много. Хотя, какая разница. Синие сердца или красное. Да, у меня не будет активироваться негатив при каждом получении урона. Но негатив не так полезен. Стоп, да, я подобрал негатив. Все правильно. А так, может, сделка с дьяволом все-таки заспавнится. И я что-то с нее подберу полезное. Это было быстро. Окей. Ну, сделка с дьяволом не заспавнилась. Но это было быстро, потому что все мои мухи, да. Но как-то и не ожидал, что это будет настолько быстро. Что тут? PHD. Пусть будет. Это хрень. Ну, пусть будет. Какая разница. Это пассивный предмет. И у меня хватает денег. Так что, почему бы и нет. От этого, пожалуй, откажусь от всего. Скорострельности мне, скорее всего, не прибавит. Потому что у меня и так ее кап. Минус куча дальностей. Тоже меня не очень радует. И D100 определенно нет. Это... Это ведь хрень, которая дает ауры. И это хрень, которая позволяет ломать камни выстрелом. Дает ли она прибавку урона? Не уверен. Ага. Так, ну полеты белое сердце мне не нужны. Потому что у меня уже есть полет. Мешок, который дропает всякую хрень, мне тоже не нужен. Потому что у меня и так есть всякая хрень. Так что я просто съем об этих предметах. Получу плюс два урона. Отлично. И теперь я съем еще и эти два предмета. И получу что-нибудь более полезное, возможно, чем то, что они дают. Хотя ауры полезны, если это действительно тот предмет. Я не помню. Я мог бы посмотреть в интернете, но у меня не открыт браузер и... Лень. А, ладно, пофиг. Да, ауры. И у меня активировалась аура на урон. Неплохо. Что за... Нет, ничего полезного. Шансы есть. Не то, что шансы есть. Я его, скорее всего, убью. Эээээ. А вторая фаза, не? Не? По-моему, тут что-то не так работает Ну ладно, я, конечно, открыл кучу всего Так что, наверное, все засчиталось Но, по-моему, у него должна быть вторая фаза Хм Я не уверен, почему это так Может быть, если его там убить лезвием Или что-нибудь такое сделать Лезвием или столбом света Или еще чем-то, то он ломается и не дает вторую фазу Может быть, лезвие просто такой эффект дает Или что-то подобное Не ясно Но... да Как-то так даже неинтересно Ладно, я посмотрю, удаст ли мне это еще больше скрострельности Нет, это просто урежет мою дальность в ТВ Ура Ммм Ну, поехали смотреть новый уровень тогда Воид Ага Просто рандомные комнаты из любых уровней Если бы у меня была карта Было бы лучше Так, ну-ка, тест Нет То я так подумал, что если у меня нет карты Может быть, здесь всегда нет карты Ну, то есть, понятно, что у меня проклятие Может, она здесь всегда и просто... Ее нет, потому что ее нет То есть, все проходы ведут в рандомные места Но нет, увы Скорость И босс Есть ли здесь что-то кроме босса? В смысле, там какие-нибудь предметы Магазины и все такое Пойду поищу Да, удвоенен денег Босс где-то справа снизу Окей Нет, не очень помогает Тут я был Внизу нет прохода? Нет Там и не может быть, по-моему Ммм, половинка синего сердца Которую я не могу подобрать Еще два Ну, если меня что-то задамажит Я знаю, куда мне идти Точнее, я не знаю, куда мне идти Потому что карта Не работает Я знаю, что мне идти куда-то Что будет, если я применю Войд войдя? Ничего А, еще босс? Ха И еще босс Ладно Где берем Эм Он меняется На рандомных боссов И делает всякую фигню Интересно Меняется на усиленные версии Рандомных боссов А, утопает тоже Он живучий Выпустит ли меня После этого войда На нормальном уровне Потому что он все-таки Рановато Ау Нифига себе Спам Окей, не подходи К этой хрени близко Эээ 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 Судя по сундуку Не выпустят Хм С одной стороны Я слегка хочу проверить Эээ Будет ли еще один босс Если я пойду В другую дверь боссовскую С другой стороны Я очень не хочу Это проверять По крайней мере Если я не наберу Максимум сердец Где-то По-моему Это должно меня сейчас вернуть К этому боссу С другой стороны Нет? Да Потому что босс выше и правее Видимо здесь нет предмета Без карты очень неудобно На таких поздних уровнях Что-либо делать Нет, чтобы какая-нибудь там Руна снимающая проклятие Дропалась Дропнулась Окей Ладно, пофиг Когда-нибудь у меня будет карта На этом уровне И тогда я узнаю Есть ли здесь что-то кроме босса И наверное Тогда же я узнаю Что будет Если зайти К второму боссу Пока что Это видео и так Слишком длинное Так что Пойду я Зайду в сундук И посмотрю Что будет тогда Концовка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну окей Ладно, тогда на этом все на сегодня Я надеюсь вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok